Продолжение следует... 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 одновременно используя комбинированный препарат, снижаем терапевтическую нагрузку и, соответственно, можем иметь дополнительные клинические преимущества за счет того, что препараты, входящие в эту комбинацию, могут, опять же, обладать этими преимуществами дополнительными. Ну и, соответственно, мы хотели напомнить о исследовании Verify, которое явилось основой для того, чтобы говорить о раннем старте комбинированной терапии, и это исследование скорее не препарата конкретного и не группы препаратов, это скорее исследование, которое говорит о разных подходах в терапии, потому что, в принципе, и в той, и другой группе использовался один набор препаратов, и единственная разница между группами, это то, что в одной группе стартовали сразу с комбинацией метформина с вилдоглептином, а во второй группе стартовали только с метформина, естественно, с плацебо, и переходили на комбинацию метформина и вилдоглептин только после первой утраты контроля, когда гликированный гемоглобин у пациентов выходил из рамок 7%, и, соответственно, дальше терапия этих пациентов уже не различалась, то есть обе группы шли на комбинацию вилдоглептина с метформином, и при последующей утрате контроля им назначалась следующая линия терапии, добавлялся, соответственно, инсулин к терапии. Ну и разница этих подходов привела к следующим результатам. Мы видим, что группа там, где изначально терапия была более классической, постепенный старт, половина пациентов утратила контроль через 36 месяцев терапии, а в той группе, где изначально был интенсивный старт с комбинацией препаратов, на 3 года практически дольше пациенты находились в целевом уровне гликированного гемоглобина ниже 7. То есть контрольной точкой исследования была потеря контроля половиной 50% пациентов той или иной группы, и мы видим, какая разница. То есть на 2 года дольше удержание контроля в той группе пациентов, которые сразу стартовали с комбинацией, соответственно, вилдоглептина и метформина. Ну и обратная сторона этой медали – это то, что, соответственно, на 50% риск неудачи был меньше в группе раннего интенсивного старта с комбинацией двух препаратов по сравнению с нашим более классическим подходом постепенного старта, начиная с метформина, с последующим добавлением вилдоглептина. И, собственно, это вот легло в основу того, что сформировалась положительная метаболическая память, и это впоследствии повлияло на тенденцию к риску развития осложнений, что я тоже дальше покажу. Но на этом слайде мы видим, что на 26%, то есть на четверть, был ниже риск второй неудачи в той группе, которая стартовала сразу с комбинацией. А вторая неудача в рамках этого исследования, этого дизайна, была необходимость назначения третьего препарата, в данном случае это был препарат инсулина. То есть, соответственно, риск назначения инсулина в данной ситуации был на четверть ниже. Мы понимаем, что не всегда третьим препаратом является инсулин, но в рамках этого протокола это было так. Ну и, соответственно, в исследовании было продемонстрировано стабильное преимущество раннекомбинированной терапии вилдоглептин плюс метформин в достижении и длительном удержании уровня гликированного гемоглобина. И на всем протяжении исследования сохранялась разница между двумя группами в доле пациентов, достигших, соответственно, тех результатов терапии, то есть гликированным ниже 7%. Ну и, соответственно, те эффекты метаболической памяти, которые в результате разных метаанализов, разных исследований были сформулированы, то что интенсивный гликемический контроль снижает риск сердечно-сосудистых событий у пациентов с сахарным диабетом. При этом, соответственно, интенсивный гликемический контроль не демонстрирует убедительного влияния на сердечно-сосудистые события у тех пациентов, у которых они уже были. То есть, когда уже это тяжелый пациент с сердечно-сосудистыми событиями, дальнейшее ужесточение у него параметров гликемического контроля не дает больших преимуществ. А вот когда мы начинаем рано добиваться жестких результатов гликемического контроля и длительно их удерживать, вот в этой ситуации мы имеем, соответственно, результаты с точки зрения снижения сердечно-сосудистого риска. Но результаты эти появляются, в общем, на достаточно отдаленном промежутке времени. Как мы понимаем, помним еще и по исследованию ЕКИ-ПДС, то есть, если пациенты на стадии раннего старта диабета без осложнений, то получить у них разницу в сердечно-сосудистых событиях требует достаточного времени это исследование. То есть, ЕКИ-ПДС больше 10 лет потребовала. То же самое, соответственно, любые исследования, в которые включаются пациенты на ранней стадии развития диабета. Ну, понятно, что высокий гликированный гемоглобин в момент постановки диагноза, он ассоциирован с меньшим риском вообще достижения цели по гликированному гемоглобину. То есть, чем хуже на старте, тем ниже вероятность, что мы у этого пациента вообще добьемся результата и когда-то дойдем до цели. С одной стороны, и с другой стороны, понятно, что и риск сердечно-сосудистых событий у этого пациента будет выше. Ну, и, соответственно, в исследовании Verify продемонстрирован тренд на снижение макрососудистых событий. Вы видите, кривые разошлись достаточно рано. На всем протяжении исследования, соответственно, эти кривые, это расхождение сохранялось. Но не было статистической значимости, что, опять же, нас отсылает к исследованию ЕКИ-ПДС, где для достижения этой какой-то значимости тоже потребовалось более 10 лет. И мы понимаем, что у пациентов относительно молодых с ранним стартом диабета, с не такими выраженными рисками, без сердечно-сосудистых заболеваний, нужен достаточно большой промежуток времени, чтобы получить статистически значимые различия по крупным макрососудистым событиям. Ну, и в постхоке анализа Verify, соответственно, были сформулированы такие положения, что, в общем, понятно было, что у тех пациентов, у которых выше сердечно-сосудистые риски изначально, либо сердечно-сосудистые события уже были, либо их риск высок, то понятно, что у них эти события потом и состоятся с большей вероятностью, с одной стороны, и у них риск будет значительно выше по сравнению с группой, у которых не было сердечно-сосудистых событий. Но и имеет значение как раз удержание гликемического контроля на старте заболевания, то есть риск сердечно-сосудистых событий в разы повышается, если пациенты в первые три года терапии утрачивают контроль, то есть выходят из уровня гликированного гемоглобина ниже 7, то у них риски сердечно-сосудистых событий в три раза выше, чем у пациентов, которые на старте заболевания длительно удерживают цели терапии. И, соответственно, нет влияния возраста и пола на какие-то сердечно-сосудистые исходы, тут явного влияния не было отмечено. И вот работа, которая наших коллег мексиканских, которые попробовали просчитать фармакоэкономические показатели и влияние на социальные факторы пациентов, вот этой модели, которая была отработана в исследовании Verify, вот эти результаты, если их переложить на реальную популяцию реальной страны и посчитать на более далеком горизонте, то есть пересчитать на 10 лет, то есть в два раза дольше, чем длилось исследование, то, что мы получим в отношении социально-экономических показателей. Ну вот этот вот дизайн моделирования, он как бы представляет из себя на самом деле алгоритм исследования Verify, то есть группа ранней комбинированной терапии сверху, группа, соответственно, поинтапной интенсификации снизу, то есть одни начинали с метформина, другие сразу с комбинацией метформина плюс вилдоглептин, и на каждой стадии, исходя из результатов исследований Verify, оценивали количество тех или иных сердечно-сосудистых событий, тут инсульт, инфаркт и сердечная недостаточность, нейропатия, нефропатия, и, соответственно, все это пересчитывали, моделировали на 10 лет, на популяцию, соответственно, мексиканскую, и вы видите, что это популяция, где, соответственно, 14 с лишним миллионов расчетное количество больных с диабетом, и диагностировано из них, мы видим, меньше 7 миллионов, то есть ситуация, в общем, сопоставимая с Российской Федерацией в этом плане, из них получают терапию 5 с лишним миллионов, то есть миллион без терапии, судя по их данным, ну и, соответственно, из этой популяции выделили вот этих пациентов с более ранним началом диабета и непродолжительным диабетом, вот эту вот категорию, и из них взяли популяцию в возрасте от 20 до 69 лет, получилось полмиллиона человек, и на эти полмиллиона человек, соответственно, смоделировали те результаты, которые были получены в исследовании Verify, и, соответственно, оказалось, что вот в этом десятилетнем горизонте на этой популяции полмиллиона человек можно предотвратить где-то 13 с половиной тысяч случаев осложнений сахарного диабета, среди них достаточно тяжелые, мы видим, инсульты почти 2 тысячи, инфаркт больше 2 тысяч, сердечная недостаточность почти 800 человек, мы понимаем, основная причина смерти у больных с сахарным диабетом второго типа, ну, может быть, нам в меньшей степени незначимая нейропатия, хотя тоже в ряде случаев может иметь тяжелые последствия, нефропатия, понятно, разные градации нефропатии могут быть, разные социально-экономические последствия, но вот в целом 13 с половиной тысяч случаев за 10 лет, и когда их пересчитали в человека часы рабочего времени, то это 13 миллионов часов рабочего времени, и с учетом пересчета среднего заработка, это получилось 53 миллиона долларов за 10 лет, то есть экономия за счет использования вот этого интенсивного подхода раннего старта терапии, и, соответственно, вы видите выводы основные из этого анализа, то есть можно за счет использования ранней комбинированной терапии, за счет этой ранней комбинированной терапии мы более длительно удерживаем пациентов в зоне гликемического контроля, за счет чего снижаем потери трудоспособности и активности, ну и в данной популяции вы видите, что это порядка, соответственно, 13 миллионов человекочасов и 53 миллиона долларов. Это не совсем, наверное, полный анализ всего, чего хотелось бы знать об этой ситуации. Здесь у нас нет информации о том, сколько стоила терапия в одной группе и в другой группе, насколько она различалась по стоимости. У нас здесь нет расчета, связанного со стоимостью лечения тех или иных осложнений, то есть это как бы одна часть всей фармакоэкономики этой клинической ситуации. Но мы можем предполагать, на самом деле, что стоимость лечения между группами не очень сильно различалась, потому что понятно, что в рамках того протокола, который использовался в исследовании Верифай, который, соответственно, лег у основы этого расчета, пациенты-то в общем получали одну и ту же терапию. Они получали вилдоглептин с метформином и в той, и в другой группе, и разница, по большому счету, в их терапии заключалась только в первом этапе, когда одна часть пациентов шла на метформине, а вторая сразу на комбинации. То есть какая-то разница по стоимости была только вот на этом первом периоде. А дальше-то, по большому счету, стоимость терапии и в одной, и в другой группе была сопоставима, при том, что в группе более традиционной, где использовалась ступенчатая интенсификация терапии, пациенты раньше уходили на инсулинотерапию, они раньше требовали подключения третьего препарата, что тоже влияло на увеличение стоимости терапии, поэтому даже сложно сказать, в какой группе лечение, в конце концов, вышло дороже или дешевле. По крайней мере, оно точно было сопоставимо по стоимости, но, возможно, даже в группе интенсивной терапии на горизонте 10 лет оно могло в результате получиться и дешевле, даже по стоимости препаратов. Ну и, соответственно, здесь не учитывается стоимость лечения осложнений. Здесь взяли только вот это социальное влияние на общество, да, социально-экономические вот эти расчеты, связанные с утратой трудоспособности и влиянием утраты трудоспособности на экономику, соответственно, данной страны. Ну, то есть, все равно для нас это достаточно интересно, это сопоставимо с нашей популяцией по количеству пациентов. И таким образом мы можем говорить, что стратегия ранней комбинентной терапии, которая у нас уже, в общем, лет 5, как пропагандируется на основе данных исследований Verify, она действительно может дать нам возможности управления вот этой когортой пациентов, пациенты со стартовым диабетом без серьезных осложнений. Ну и, собственно, данные исследования Verify, они легли в основу изменения и консенсусов ведущих диабетологических ассоциаций. Мы видим, что в описании группы ингибиторов ДПП-4 была добавлена формулировка, что возможность ранней комбинированной терапии может привести к повышению длительности контроля по сравнению с поэтапным подходом. Пока это касается как бы вилдоглептина, потому что есть исследования. И то же самое наши алгоритмы рекомендуют использовать данный подход у части пациентов с сахарным диабетом 2 типа для достижения стабильных целевых показателей гликемического контроля и получения дополнительных преимуществ. Уровень убедительности рекомендаций A, уровень доказательств 1, то есть на самом деле высокий уровень доказательности. И в общем мы можем сказать, что наши современные подходы абсолютно понятны в той когорте пациентов, которая имеет необходимость в назначении кардио-ренопротективной терапии. Тут у нас вопросов нет. Тут в общем и нам понятно, как действовать. Но это все-таки пациенты с большей продолжительностью заболевания, как правило, 8-10 лет, судя по исследованиям. А вот когда мы начинаем, когда мы говорим о раннем старте, когда впервые выявленный пациент, то здесь все-таки у нас, я думаю, что в подавляющем большинстве случаев используется традиционный подход старта с метформина и дальнейшее добавление последующей, соответственно, последующий шаг в терапии, когда мы утрачиваем контроль. И, наверное, не сильно поменялся этот подход за последние несколько лет. И мы должны понимать, что существует как бы альтернативная стратегия раннего старта сразу с двух препаратов. И эта стратегия имеет преимущество. И, наверное, в какой-то мере мы можем это внедрять в нашу клиническую практику более широко. Да? Спасибо. 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 Михаил Борисович. Спасибо, Нина Александровна. Спасибо, Николай Александрович. Очень интересные данные. У меня вопрос такого плана. Что, на Ваш взгляд, более принципиально вот в этом фармакономическом анализе, который дал экономию 53 миллиона долларов за 10 лет для Америки, но это не деньги. Это Мексика. Пардон, извините, Мексика. Вот. Я хочу сказать, что что стоит на первом месте? Вот это слово «ранняя комбинированная терапия» – это первое. Или все-таки это вилдоглептин плюс метформинт? Потому что если следовать нашим рекомендациям, нашим рекомендациям, то на втором этапе, когда мы интенсифицируем, наш выбор может быть паритетным. Либо это ингибиторы ДПП-4, либо это ингибиторы НГЛТ-2, либо гонисты рецепторов, то, пожалуйста, мы можем пойти по любому пути ранней интенсификации. И для того, чтобы сделать вывод, о каким же путем идти, то надо взвесить и то, и то, и то. И потом уже, может быть, выбрать более, так скажем, экономически выгодный путь. Да, Михаил Борисович, полностью согласен. Действительно, нам бы хотелось знать результаты разных подходов на старте. К сожалению, просто та база исследований, которые сейчас существуют, крупномасштабных, они, в общем, нам не дают такой информации, нам не с чем сравнивать. Если верифай, по крайней мере, нам... У нас есть ЮКИ-ПДС, у нас есть верифай, и, собственно, и всё. Вот если у нас будут другие исследования такого масштаба с другими классами препаратов, либо с другими препаратами этих же классов, тогда мы можем это посчитать и оценить. Что, на мой взгляд, даже если вот ничего этого нет, а есть просто сульфанил, мочевина, гликлозид, ты давай просто интенсифицируй за счёт гликлозида, но не теряя время, не должно быть клинической инерции. Вот это очень важно. Спасибо. Согласен, но тут ещё вопросы безопасности всплывают. Спасибо, спасибо, Николай Александрович. Ашот Масаилович? Михаил Борисович, ещё вопрос, конечно. Нацелил меня на то же, на вопрос и так далее. Скажите, Николай Александрович, вот когда говорят «ранняя интенсификация», рано это может быть через год, через полгода, разве это не рано? Через три месяца. Здесь вопрос стоит, стартовая комбинированная терапия или ранняя комбинированная терапия. Это разные вещи. Абсолютно разные вещи. Теперь возникает мой вопрос, скажем. Мы всё время обсуждаем, и даже в современных вот этих алгоритмах пишется, что для определённой категории пациентов, если память мне не изменяет, я могу смысл правильно передать, но не всеми словами. Возможно, вот это ранняя стартовая, значит, комбинация. Правильно? В этом плане. Так вот, я хочу сказать, если мы в 2014, или в 2016 году получили такую установку, что не диабет, не диабет, предиабет, необходимо стартовать фармакотерапией. И при этом нам говорят тот же подход, что и для больных с сахарным диабетом второго типа, метформин преимущественно. Как может быть не диабет, предиабет и явный диабет одинаковый подход? Вам не кажется, что с 2016 года необходимо сразу, как только приняли для предиабета такое решение, для явного диабета только старт с комбинированной терапией. И комбинация не обязательно вилдоглиптин с метформином. Могут быть совершенно разные комбинации, таких только, вы посмотрите, у нас возможности 40 комбинаций при наличии тех, как говорится, в нашей стране семи антидиабетических классов. Вот ваше мнение очень не важно. Да, уважаемый Ашут Масалович, я полностью согласен в отношении того, что те выводы, которые в исследовании Verify были озвучены, они уже недостаточно, конечно, современно звучат для нас, потому что ранний старт терапии сахарного диабета с двух препаратов, даже по нашему современному подходу и пониманию, это уже поздно, потому что он уже в эту точку должен на метформение прийти, по идее. Конечно. И мы, получается, говорим не о раннем старте с двух препаратов, а о добавлении в момент постановки диагноза сахарного диабета, добавление второго препарата, к уже имеющемуся на стадии преддиабета метформину. Другое дело, какой это должен быть препарат, понятно, опять же, что нашу кардио-ренопротективную ветку никто не убирает, и если там есть показания, то мы сразу уходим, соответственно, в другую плоскость, в другое направление использования других препаратов. Если же, соответственно, этого нет, то тогда пока доказательная база, которая существует, она нам говорит вот об этой схеме. здесь, по крайней мере, у нас есть какой-то градусник, у нас какая-то есть единица измерения, мы можем это экстраполировать, посчитать и примерно понять, чего мы от этого ждём. Другие стратегии могут быть не менее успешны, но мы этого не знаем, нам не с чем сравнить. Та же самая сульфанилмичиина в этом отношении с точки зрения достижения цели гликемического контроля ничуть не хуже будет работать, нет никаких сомнений. Вопрос, масса тела, вопрос, риск гипокликемии, вопрос, и, соответственно, какие-то, опять же, если мы говорим о длительном удержании эффекта сульфанилмичевины на поджелудочную железу и сохранении остаточной секреции, тут возникает два самопросов, и если бы у нас был ответ, который бы в плоскости доказательной медицины лежал по каждому из этих направлений, тогда бы нам всё было понятно. Спасибо. 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 Я думаю, что вот тот последний виток дискуссии, который был начат, он не имеет финала на сегодняшний день, это точно, а потенциально, я думаю, что мы, как кардиологи, как минимум квадротерапию можем обсуждать с позицией влияния на разные звенья патогенеза, и это, наверное, тоже будет привлекать, на безопасность терапии нам это позволяет обсуждать, да, классы препаратов без риска гипогликемии. Продолжение следует...